Вот здесь находился павильон, где продавали и торговали шурмой. Жители вот этих домов, все районы приходили с жалобами. Валентина Попова всю жизнь прожила на Безымянке. Делится, чтобы родные места преобразились, не жалеет ни сил, ни времени. Говорит, только общими усилиями власти и жителей можно добиться успеха. Теперь не надо обходить киоск с шурмой, чтобы подойти к остановке. Без конца были жалобы со дворов. Жители ходили, жаловались и грязь, и шум, и все такое. Они допоздна работали. Поэтому настояли и вот ее убрали, слава тебе Господи. Если народ будет безмолвствовать, откуда тогда вышестоящие власти будут знать проблемы жителей? Это работа каждодневная, кропотливая. Благодаря местным активистам в порядок привели и соседний участок. Сейчас вот здесь находится вход в церковь. А еще недавно стоял ларек, где торговали телефонами. Его убрали также благодаря стараниям жителей. Ларьки вид портят. А вот когда их нет, прям красотища. Конечно, красивее. Во-первых, обзор туда дальше видно. Планы у жителей безымянки Наполеоновские будут и дальше добиваться сноса незаконных киосков на улице Победы. Делятся. Желание людей и поддержка власти помогут сделать родной советский район уютнее и привлекательнее. Алина Чемерес, Станислав Левин. События.